В документе я нашёл вывод. Суд заключил, что биткоин... Всем привет, ребята! Меня зовут Богатий Ищиди. В сегодняшнем выпуске поговорим о неизбежном взрыве биткоина, о тайном плане банков насчёт криптовалюты, о том, как Рипл и Ютуб выясняют отношения, и о многом другом. Будет интересно, поэтому отложите свои дела, наберите себе побольше печенья и наливайте чай. И большое спасибо за вашу поддержку просмотрами и лайками. А мы начинаем. Это дневной график эфириума. Мы видели большое падение в марте, а затем эфириум восстановился, сформировал этот восходящий треугольник, и теперь вырвался из него до верхней границы диапазона сопротивления, о котором я говорил пару дней назад. Сейчас его цена оттолкнулась от этой линии, но пытается снова её пробить. И от этого будет зависеть дальнейшее движение эфира. Запомните этот график. Давайте перейдём на график биткоина. Посмотрите на это. У нас было падение в марте, как и у эфира. Затем восстановление. Сейчас биткоин сформировал восходящий треугольник. Очень похоже на то, что делал эфириум. А что если прорыв эфириума – это сигнал на то, что будет делать биткоин прямо сейчас? Целью его движения тогда будет высота этого треугольника, что составляет около 11600 долларов за биткоин, или же 20% рост. На самом деле мы уже не раз наблюдали прорывы эфириума, лайткоина и ещё нескольких монет до такого же прорыва биткоина. Такое происходило достаточно часто, поэтому иногда их можно рассматривать как сигнал к будущему движению биткоина, в зависимости от контекста. Поэтому всё сейчас указывает на то, что биткоин со дня на день покажет солидные движения, и многие к этому движению сейчас не готовы. Кстати говоря, так же как и у эфириума до его прорыва, у биткоина наблюдается постепенное снижение объёма во время нахождения в этом треугольнике. Кроме того, восходящие треугольники в теории пробиваются вверх в 70% случаев. Напишите в комментариях, разделяете ли вы такое мнение или нет. Как вы, наверное, помните, США разрешили своим банкам хранить криптовалюту. Биткоин-максималист Макс Кайзер прокомментировал это событие так. Хранение биткоина банками означает, что последние находятся в состоянии паники. Я с ним в какой-то мере согласен. Банки действительно боятся остаться не у дел, пока другие активно внедряют блокчейны криптовалюты в свою жизнь. Не можешь победить – возглавь. Вот их правила. Цитата. То, что банки хранят биткоин, означает, что они паникуют. Они хотели бы продолжать игнорировать биткоин. Но с коллапсом традиционных валют и с появлением стран, которые активно майнят криптовалюту, таких как Иран, биткоин внедрился в существующий протокол и уничтожил всё сопротивление банкиров. Когда я это прочитал, я подумал, а есть ли за этим какая-то правда, или Макс просто говорит то, что ему хочется услышать. Я решил понять, что сами банки думают об этом. И нашёл следующее. Когда бывший юрист-консульт Coinbase Брайан Брукс стал главой OCC, его офис объявил, что хочет, чтобы банки представили ему ответы на целый ряд вопросов о криптовалюте. Общая идея этого опроса заключалась в том, что именно банки хотят от криптовалюты. И то, что сейчас происходит, даёт конкретный ответ. Банки хотят быть частью криптовалюты. Когда я это услышал, я подумал, это ведёт к массовому принятию криптовалюты. Потому что, когда речь идёт о человеке, который не связан с криптой, мы понимаем, что он не хочет разбираться в этих блокчейнах, сидфразах и приватных ключах. Он хочет просто получить простую услугу и также просто ею пользоваться. Поэтому то, что банки хотят в криптовалюту, это большой плюс для криптовалюты в плане расширения пользовательской базы. Но на самом деле, причины у банков куда более гнусные. Они хотят заниматься банкингом. Как и всегда, хотят полный контроль. Всегда есть что-то тёмное за светлым. И эта статья на самом деле помогает это понять. Крипто-энтузиасты выразили мнение, что если бы с долларом всё было в порядке, банки не стали бы связываться с криптой. Только год назад Wells Fargo не разрешал использовать свои кредитные карты для покупки криптовалют, обосновывая это тем, что клиенты должны быть защищены от самих себя. Это просто ужасно. Банк прямым текстом сказал, «Вы, мои клиенты, слишком глупые, чтобы позаботиться о себе. Поэтому дайте нам права заботиться о вас, ведь мы знаем, как это делать». Forbes написал о том, что федеральное правительство достигло рекордного ежемесячного дефицита. Достигли таких цифр, что предел задолженности решили приостановить до июля 2021-го. То есть на целый год. Как мы видим, причины заглядываться на криптовалюту у банков далеко не дышат альтруизмом, даже наоборот. Поэтому вопрос, хорошо ли это для криптовалюты, ещё не может найти конкретный ответ. Ведь криптовалюта должна работать вне старой системы, фактически заменив её. А у нас старая система пытается интегрироваться в то, что было создано против неё. Биткоин был создан как решение финансового кризиса. И как, скажите мне, он должен работать совместно с коррумпированной системой? Об этом говорил Алекс Машинский, основатель криптопроекта Celsius Network на своём стриме, который прошёл 20 часов назад. Он продолжался почти 2 часа, и это всё посмотрел, поэтому так сильно опаздываюсь сегодняшним видеороликом. Алекс сказал, что разрешение банкам хранить криптовалюту и предоставлять криптоуслуги не является чем-то хорошим. Банки всегда будут гнуть свою линию, они всегда будут делать всё, чтобы разбогатеть за твой счёт, и они никогда не дадут тебе нормальный процент. Вот Алекс, к примеру, навестил тот самый банк Wells Fargo и спросил, а какие проценты вы мне дадите? 80% как Celsius? Нет. Проценты там такие, что это можно назвать только как практически ничего. Банки просто берут ваши деньги, используют их, выдавая, например, займы, и получают прибыль, а вам отстёгивают вот такую капельку. И всё это абсолютно законно, это называется частичное банковское резервирование. Поэтому, по словам создателя Celsius Network, то, что банки лезут в крипту, не есть хорошо. Сейчас я покажу вам, что хотят сделать банки, влезая в криптовалюту и биткоин. Это их заветный план. Это документальный фильм про биткоин, который продолжается целый час, и я не буду его вам воспроизводить, потому что, скорее всего, он защищён авторским правом. Я покажу вам эту картинку. Итак, если вы пришли в банк номер один и дали им 100 долларов на депозит, из них банк может пользоваться только 97%. В итоге они удерживают только 3 ваших доллара, а остальные идут в работу. Соответственно, следующий человек, который придёт в банк за деньгами, получит из вашей сотни 2,91 доллара, а остальные 94,09$ пойдут дальше и так далее. Банк может распоряжаться 97% того, что вы им дадите. Они не держат деньги в банке. Например, у вас на счету 300 тысяч долларов. Если вы придёте в банк прямо сейчас и скажете «дайте мне мои деньги», они ответят «извините, у нас нет, подождите пару дней, пока не привезут кэш». Так что вы даёте им 100 баксов, а они говорят вам «ой, спасибо» и превращают их в 3333 доллара. Поэтому теперь вы понимаете, почему они так хотят в крипту. Причём держателям криптовалюты, своим клиентам, они уже готовят бумажные сертификаты. Единственная причина, почему банки хотят хранить биткоин, это использовать его для частичного банковского резервирования и затопить крипторынок бумажными сертификатами. Это отличный способ упразднить способность криптовалюты контролировать свою инфляцию, а также посягнуть на всю концепцию децентрализации. Бумажные сертификаты, по сути, это выпуск несуществующих биткоинов. Теперь вы знаете, чем обосновано желание банков участвовать в криптовалюте. Полный, тотальный контроль. Вот ещё одно подтверждение. Это вакансия, которая предлагается Бостонской Федеральной Резервной Системой. Они хотят нанять инженера по цифровой валюте. Вот что они пишут. «Эта должность отвечает за поддержку исследовательской группы в области экспериментов с цифровой валютой. В списке обязанностей указаны разработка ПО для цифровой валюты, проверка кода и проведение масштабных тестов. Как мы видим, они уже готовятся вовсю к тестированию своего плана. Так что работа банков по контролю криптовалют кипит и начинается она с принятия различных законопроектов, разрешений регуляторов и набора технических команд». Кстати, сейчас этот документ почему-то удалён. Почему уже интересно? А теперь, ребята, мы переходим к главной теме этого видео. Наконец-то все, кто говорит, что криптовалюта – это не деньги, смогут нервно покурить в сторонке. Я ставлю этой новости большой восклицательный знак, ведь это огромное достижение для всего криптовалютного сообщества. Официально Соединённые Штаты Америки назвали биткоин деньгами. Одна из самых позитивных новостей в 2020-м. Что вообще происходит в последнее время? О таком в 2018-м даже не мечтали, когда нарратив по отношению к криптовалютам был крайне негативным. Федеральный суд Вашингтон-Ди-Си в пятницу постановил, что виртуальная валюта, известная как биткоин, является формой денег. Далее следует цитата. «Деньги обычно означают способ обмена, оплаты и сохранения ценности», написала главная судья Бэрил Хауэлл для окружного суда США по округу Колумбия. «Биткоин как раз и является этим», добавила она. По словам судьи, биткоин – это способ обмена, оплаты и сохранения ценности. И теперь официально и легально биткоин – это деньги. Вот так вот. Это настолько важное событие для биткоина, что я просто не мог не найти документ, который подтверждает эту статью. В документе я нашел вывод. Суд заключил, что биткоин – это деньги. Ребята, если вы хотите поддержать мой канал и мой труд, не поскупитесь на лайки и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вам два клика мышкой, а мне всегда очень приятно. Благодаря этому видео выходят каждый день. А теперь вспомните, за последнюю неделю Мастеркард, Пейпал, Виза, Банки США и теперь даже Федеральный суд показали себя прокриптовалютными. Это большие новости не только с точки зрения принятия, но теперь и с точки зрения закона. С 24 июля 2020 года в США фраза «Биткоин – это деньги» официально подтверждена законом. На самом деле эта история началась почти год назад, когда в июле 2019-го некий Харман, владеющий подпольной биткоин-платформой в Даркнете, был обвинен в незаконном обороте средств и в отмывании денег. Харман все это время пытался оправдаться, что биткоин – это не деньги по закону. Он сказал, мы используем биткоин, а это не деньги, поэтому и биткоин-платформа не может считаться как нечто, что передает деньги. Целый год они думали, хотят ли они наказать этого парня или продолжать считать биткоин некой частной собственностью. Теперь они законно приняли решение, что биткоин – это деньги. Что же это значит для вас, как для биткоин-холдера? Налоговая служба США пока еще считает криптовалюту собственностью и поэтому облагает доходы, связанные с криптовалютой, налогами. Это еще не успело измениться. Но то, что биткоин официально назвали деньгами – это первый шаг в изменении и риторики налоговой службы, и риторики всего общества. Это значит большой шаг в направлении массового принятия биткоина сначала в США, а потом и в остальных странах. И последняя тема этого видео касается Ripple XRP и YouTube, а значит и меня, потому что я замешан и в том, и в этом. Дело в том, что еще в апреле Ripple подавала в суд на YouTube за ущерб репутации. Ripple потребовал от YouTube быстрее выявлять мошеннические схемы и удалять их, а не получать прибыль от таких видеороликов. Если вы смотрите криптовалютные видео, то наверняка хотя бы раз, да и видели рекламу мошеннических стримов, которые разводят людей на деньги. Эту рекламу вставляет в ролик сам YouTube. И да, действительно, это портит репутацию криптовалютам и не только Ripple. И на самом деле это вызывает вопросы, почему YouTube цензурирует криптоконтент, но пропускает криптоскам. И именно поэтому Ripple решили судиться с видеохостингом. Кстати, я сниму видео о том, как бороться с рекламой скама на YouTube на своем втором канале. Ссылка на него будет в описании. Но в этом видео я скажу, никогда, никогда не отправляйте свою криптовалюту тем, кто обещает прислать вам в два раза больше в ответ. Ну не бывает такой халявы. 23 июля стало известно, что YouTube отклонил иск Ripple. Видеохостинг заявил, что это вне зоны их ответственности. Мы не виноваты, мы просто продаем рекламу. А кто же тогда несет ответственность? По словам YouTube, факт того, что скамные видео, распространяемые креаторами из других платформ, означает, что сам видеохостинг не несет ответственность за контент в этих видео. И при этом они ссылаются на какую-то статью закона. Супер! Коммерция все оправдывает. А меня зовут Богатейший Ди. Если видео понравилось, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok